Здравствуйте! Эфир телеканала Кубань-24 продолжает тема дня. Завтра отметят День российского студенчества. История его началась еще в 18 веке вместе с открытием Московского университета. Это праздник молодежи, веселья и радости. И хотя нередко на конец января выпадают экзамены, практически во всех городах проводят мероприятия для студентов. В кубанских вузах тоже пройдут торжества. На сцене Института культуры выступят ансамбли народных танцев и песен. В Аграрном университете праздник начнется богослужением в храме Святой Татьяны. А потом стартует полуфинал конкурса «Студент года». Кубанский госуниверситет организует фотовыставку, интерактивные конкурсы и творческий квартирник. В Краевом доме культуры на сцену выйдут команды КВН. О том, какая жизнь кипит в кубанском студенчестве, поговорим с нашей гостьей. В студии «Темы дня» Юлия Супрунова, начальник отдела управления по делам молодежи Краснодара. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Ну, вот я сказала о тех мероприятиях, которые пройдут завтра. Но в Краснодаре уже сегодня вечером состоится праздничное мероприятие. Называется оно «Студенческая волна». Кого там ждут? Это будет на самом деле большое мероприятие. Я бы сказала, такая праздничная молодежная вечеринка как раз для студенческой молодежи. Для молодежи абсолютно разная по своим взглядам, интересам. Пройдет это в молодежном центре на Сормовской 12-11 сегодня в 5 часов вечера, где молодежь ждет различные интерактивные конкурсы, фотозоны, подарки от спонсоров и партнеров этого праздника. И как сейчас модно говорить, челленджи различные молодежные. Но мы хотим заметить, что не только молодежь может студенческая прийти, посетить это мероприятие. Также может прийти любой житель и гость города Краснодара, посмотрите. Учащиеся молодежь, которые еще в школах обучаются, тоже также могут прийти, познакомиться со студентами. Может быть, выберут вуз, куда они хотят в дальнейшем поступать. Если говорить о работе молодежного центра, насколько там кипит жизнь и какие мероприятия еще проводятся? В молодежном центре жизнь кипит как никогда. Как я уже сказала, в стенах именно этого центра собирается абсолютно разная молодежь. И школьники, и студенты, и трудящиеся молодежи, и люди даже уже более старшего возраста. Проходят мероприятия и клубов по месту жительства, буквально различные форумы для волонтеров. Там же у нас базируется наш единый координационный волонтерский центр. И мы ограничиваемся не только стенами молодежного центра. Они также выходят и на городские площади, проводят для жителей и гостей нашего города мероприятия. А вот какие мероприятия пользуются такой вот наибольшей популярностью у молодежи? Где больше всего любят себя проявлять? Молодежь очень любит творческие различные мероприятия. У нас проходят и вокальные конкурсы, и конкурс ведущих, и DVD. Но спешу отметить, что очень сильно любит наша краснодарская молодежь, что, конечно, КВН, который пройдет у нас как раз на Красной 5, 6 и 7. Поэтому мы приглашаем всех тоже так же посмотреть на игры наших краснодарских команд. Если говорить о дне студента, насколько сегодня в студенческой среде любят этот праздник? Вы чувствуете то отношение? Я, наверное, немножко после студенческих лет уже отошла от этого праздника. Но вы-то с молодежью общаетесь каждый день. Насколько этот праздник ждут? Они безумно ждут этот праздник. Я не устаю повторять, что наша молодежь, она очень активная и заинтересованная. Она готова делиться своими идеями, своим мнением, показывать свою открытую жизненную позицию и любовь к своему городу. И поэтому этот праздник, это как их, можно сказать, профессиональный праздник. Они его безумно ждут. И, как вы уже и говорили в начале программы, каждое учебное заведение подготовилось достаточно масштабно. Это как раз таки говорит о том, что готовят это сами студенты непосредственно. Краснодар можно назвать студенческим городом? Как много студентов у нас в краевой столице? Краснодар является одним, по моему мнению, самым студенческим городом. Более 100 тысяч у нас обучаются молодых граждан. Конечно, мы не подводили, не могу сказать на данный момент точную цифру, но более 100 тысяч человек. И я так понимаю, что День студента отмечают не только в высших учебных заведениях, но это и СУЗы. Какие там программы изучали? Вы знаете, будут там тоже праздничные мероприятия? В праздничные мероприятия мы общались и с высшими учебными заведениями, и с профессиональными образовательными организациями. Практически везде проходят какие-то интерактивные розыгрыши, конкурсы, организуются фотозоны. И, как я уже говорила, сами студенты в этом заинтересованы, они прикладывают усилия, придумывают какие-то интересные проекты, челленджи, которые будут реализовывать в рамках своих учебных заведений. Мы сейчас поговорили с вами о завтрашнем празднике, Дне студента. Но ведь эта жизнь студенческая не затихает и в обычные дни. В каких акциях, может быть, мероприятиях принимают участие наши студенты? Студенты, особенно те, которые заняты у нас волонтерской деятельностью, активно принимают участие во всех федеральных проектах, которые так или иначе реализуются в нашем городе. Буквально в эту субботу стартует федеральная акция «Блокадный хлеб», в которой также очень активно задействована краснодарская студенческая молодежь, волонтерские центры. Различные форумы, как я уже говорила, творческие, спортивные мероприятия. Все это проходит не без участия нашей молодежи. Они являются неким флагманом во всех этих мероприятиях. Вы сказали об акции «Блокадный хлеб». Проводили ли вы какую-то работу по обучению волонтеров, в том числе, для того, чтобы те, кто будут раздавать вот эти 100 граммов хлеба черного, чтобы они могли ответить и на вопросы, которые могут им задать жители Краснодара? Конечно. Я могу сказать, что наша молодежь сама по себе очень знающая и интересующаяся, в том числе и история нашей страны, история нашего города. Но перед каждым крупным мероприятием, акцией мы проводим инструктажи, мы рассказываем волонтерам о сути этой акции, о том, для чего она создана и что они должны донести до жителей и гостей нашего города. Это некие инструктажи, которые всегда у нас проходят при любых крупных мероприятиях. Как много будет принимать участие в акции «Блокадный хлеб»? Волонтеров? Да, 100, 200. Ну, порядка 100 человек. Если уже брать весь наш этот год, который год памяти и славы, в этом году пройдет множество мероприятий, которые, в общем-то, и из года в год, да? Какие вот самые яркие, где будет задействовано больше всего молодежи краснодарской? Вот буквально 23 числа в парке Победы мы открыли, провели торжественное мероприятие, посвященное году памяти и славы, где была задействована в том числе и студенческая молодежь, и как зрители, и как участники этого концерта. Также нас ждут большие и гражданская акция «Свеча памяти», и гражданская акция «Бессмертный полк», в которых всегда с большим трепетом, с большим чувством уважения, в первую очередь, к этой памятной дате, к 75-летию Победы, относятся и участвуют наши молодежи. Краснодарская. Там и на связи сейчас представитель вуза, как раз-таки о работе с студентами. Нам расскажет Дарья Чурянина, начальник отдела международных связей Кубанского государственного аграрного университета. Дарья Андреевна, здравствуйте. Добрый день. Как ваш вуз работает в направлении по обмену опытом с иностранными студентами? Мы знаем, что в Краснодар приезжают в том числе и учиться на учебу и иностранные граждане. Да, безусловно. У нас в университете на данный момент учатся 656 человек иностранных граждан и на бакалавриате, магистратура, аспирантура. Помимо этого, студенты приезжают по академической мобильности, по обмену студентами из различных вузов Германии, и Франции, и стран СНГ. Поэтому достаточно большое количество по обмену опытом и насыщенности международных и интернациональных событий. А куда, в какие эстрады могут отправиться ваши студенты? На практику, опять же, на обмен опытом? Да, могут отправиться и на стажировку, и на семестровое обучение, и на обучение в магистратуре. В различные страны Европы, это и Германия, и Португалия, и Франция, Испания, Италия, Чехия. Поэтому большое количество стран. У нас в университете 55 вузов-партнеров, и с каждым мы стараемся работать, и в том числе в сфере обмена студентами. Насколько важен этот диалог между странами, между студентами, тот же обмен опытом? Потом студенты, когда возвращаются с такой практики, я имею в виду ваших студентов, насколько они раскрываются в учебе? Да, у них гораздо увеличивается учебная мотивация, и активность, и образовательная активность, и научная активность. Получают они опыт и профессиональное знание достаточно на хорошем уровне и за рубежом, потому что, как правило, это ведущие вузы зарубежные. Поэтому ребята открываются, у них расширяется кругозор, и, конечно, в плане профессиональном, на высоком уровне достаточно. Спасибо вам за информацию. Но вот если говорить о работе, вот таком вот опыте, да, международном, проводятся такие мероприятия в Краснодаре? Конечно, у нас есть города-побратимы, это город-побратим Карлсруе, Германия, город Нанси, Франция. Мы тесно с ними работаем, у нас с ними взаимодействие как раз-таки по молодежной работе. Это регулярный обмен опытом и обмен нашей краснодарской молодежью. С точки зрения посмотреть, как они работают с молодежью, как мы это делаем, какие у нас есть проекты. На самом деле, очень много точек соприкосновения в темах, которые волнуют и нашу молодежь, и их, это экология, здоровый образ жизни. Поэтому, безусловно, эта работа проводится. Есть какие-то моменты, которые удалось перенять для работы, для применения в Краснодаре, может быть, у зарубежных коллег? На самом деле, в чем-то они даже смотрят на нас в каких-то мероприятиях, в подходе к этим мероприятиям. Мы, конечно, перенимаем идею их молодежи и смотрим, где-то реализуются ли похожие у нас на тему. То же самое экология, они более, так сказать, продвинутые. Поэтому мы стараемся где-то смотреть за их подходами в этом. С точки зрения работы с общественниками, с общественной молодежью, они смотрят на нас. То есть, есть темы, так или иначе, которые мы друг у друга перенимаем. Насколько молодежь борется за возможность поучаствовать в таком международном обмене? Наверняка, это все-таки не каждому удается попасть в делегацию, которая будет принимать участие в таких мероприятиях. Ну, безусловно, это как элемент мотивации именно как раз активно, социально активной молодежи, которые принимают участие в наших проектах, которые проводятся на территории города. Активно участвуют в волонтерской деятельности, в общественной, проявляют себя, реализуют свои проекты. То есть, это некий момент мотивации. Сложно сказать про конкуренцию. Мы, конечно, стараемся для всех наших активных людей найти какой-то способ их поддержать, помочь. Найти каждому применение. Сейчас уйдем на короткую паузу. Оставайтесь с нами и дальше продолжим. Это тема дня, и мы продолжаем. Напомню, в студии у нас Юлия Супрунова, начальник отдела управления по делам молодежи Краснодара. Юлия, давайте продолжим наш разговор. Хотела вас спросить о мероприятии, которые сегодня будут вечером проводиться. Насколько я поняла, привлекаются в том числе и спонсоры. Насколько вообще бизнес-сообщество заинтересовано в том, чтобы сопровождать молодежные мероприятия? Мы сейчас стараемся, даже если не говорить конкретно о спонсорской поддержке, а вот именно с точки зрения партнерства, все равно привлекать различные коммерческие организации, предприятия. Так как у них есть где-то больше возможностей, какие-то, может быть, нововведения, интересные тоже форматы. И сами коммерческие организации с удовольствием выходят на различного рода предложения, когда мы проводим различные крупные масштабные фестивали, акции общегородские. Так как у них есть предложить не только какой-то, не знаю, как сказать, товар, а зачастую они выходят именно с интересными творческими идеями. То есть организовать тоже какой-то квест, организовать какую-то акцию. То есть сейчас это достаточно востребовано, и мы стараемся с ними сотрудничать. Пропаганда здорового образа жизни, ее ведут не только ваши коллеги из управления спорта и физической культуры, но в том числе и вы с молодежью работаете. Вот какие акции и мероприятия проводятся в этом направлении? У нас проводятся фестивали экстремальных видов спорта. Мы их проводим совместно с общественными организациями, с сообществами, ребят, которые занимаются и велотриалом, паркуром. Также у нас проводятся и профилактические мероприятия, в том числе в учебных заведениях, когда мы совместно с другими структурами выходим, рассказываем о вреде курения, о вреде различных других пагубных привычек. Поэтому мы стараемся развивать тоже это направление для молодежи путем проведения как и крупномасштабных акций, так и вот таких узкоспециализированных бесед. Есть ли у вас такой пул сформированный, может быть, молодых людей, на которых можно опереться, и вы знаете, что они могут помочь своим же друзьям, знакомым, которые попали в трудную ситуацию? У нас есть активисты, так и как в каждом учебном заведении есть свои студенческие советы, активные ребята, которые активно участвуют в жизни вуза или колледжа. Также и у нас есть четыре структуры, это ученический совет, школьники, студенческий совет, молодежный совет, это уже трудящийся молодежь и молодежный парламент. Это вот как раз наши ребята, которые являются проводником всех наших идей, привлекают активную молодежь, доносят наши идеи в учебные заведения и помогают нам в проведении наших мероприятий. Ну, в общем-то, такая подрастающая смена. С нами на связи сейчас как раз-таки будет представитель Министерства образования и науки и молодежной политики Краснодарского края Екатерина Лоскутова. И я бы вас хотела... Добрый день! Добрый день! Я бы вас хотела спросить о поощрении талантливых и активных студентов. Я знаю, что проводится у нас конкурс в регионе. Сколько студентов края ежегодно претендуют на получение губернаторской стипендии? Да, действительно. С 2009 года в Краснодарском крае могут претендовать студенты на стипендию администрации края для талантливой молодежи. И ежегодно подают документы на эти конкурсы порядка 500 обучающихся образовательных организаций. Это студенты вузов, молодые ученые, а также обучающиеся колледжи. А получателями стипендий становятся, конечно, не все, 292 человека. И вот в зависимости от того, какой уровень образования они получают, у нас варьируется и размер самой стипендии от 200,5 до 6 тысяч рублей. В целом в Краснодарском крае общий стипендиальный фонд для талантливой молодежи составляет около 15 миллионов рублей. А за какие заслуги можно получить губернаторскую стипендию? Это научный труд, это может быть какая-то уже внеучебная работа? Ну вот от той стипендии, о которой мы говорим, для талантливой молодежи здесь исключительно за выдающиеся творческие результаты в учебной и научной деятельности. А если эти результаты внедрены в экономический оборот, то они приобретают достаточно большие бонусы. Если говорить о другой мере поощрения, это отличившихся ребят в общественной деятельности, то такой бед стипендий также есть в Краснодарском крае. Это специальная молодежная стипендия. И отбор проходит 50, ну более 50, ну получателям могут стать порядка 50 студентов и обучающихся. Также ежемесячно осуществляется выплата стипендий в размере 3000 рублей. Спасибо, Екатерина Олеговна. Надеюсь, для наших молодых телезрителей это будет полезная информация. Может быть, кто-то тоже захочет себя реализовать. Мы с вами поговорили о патриотических акциях, о спортивных. В целом, какие планы на 2020 год? Может быть, будут какие-то еще новые форматы, которых не было ранее? Мы стараемся искать все более новые форматы работы с молодежью, проводить больше мероприятий, естественно, на улицах нашего города, на открытых площадках. В этом году мы хотим провести очень крупный такой фестиваль уличных культур. То есть это современные виды искусства, экстремальные виды спорта. Также постараемся реализовать еще успешнее тот проект, который в том году у нас был. Это фестиваль и кавер-группа летний джем мы проводили в августе. То есть мы планируем ряд крупных акций также проводить в этом году. Мы сказали о студентах молодежи, которая активная. Были ли какие-то мероприятия, которые предлагала сама молодежь, и ее организовали уже вот такой вот фестиваль, акцию на уровне всего города, краевой столицы? Конечно, как я уже говорила, у нас есть некий вот пул, да, ребят, которые постоянно приходят к нам со своими идеями, и мы помогаем их реализовать. Одним из таких является студенческий конкурс «Ярмарка народов», который также проводится в молодежном центре. Это идея именно самой молодежи, они его и организовывают. Мы помогаем им именно реализовать, найти ресурсы для реализации этой идеи, предоставить помещение, то есть такие уже технические вопросы. Они непосредственно являются творческим таким создателем этой идеи. Также у нас проходил по идее молодежи фестиваль современных тоже видов искусств в том году. Ну, в общем, нужно дерзать, предлагать, и молодежь услышат. Юля, спасибо вам за разговор. Телезрителям напомню, что в студии у нас была начальник отдела управления по делам молодежи Краснодара. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами, увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин